Беспилотники-разведчики, ударные комплексы и беспилотный вертолет, аналогов которому нет в мире. Глава государства сегодня посмотрел в действии на возможности отдельных видов вооружения, в том числе перспективных образцов беспилотных летательных аппаратов, их практическое применение и средства борьбы с ними. Многие новинки – наша отечественная разработка. И чтобы ни говорили, Беларусь не собирается ни на кого нападать. Мы делаем все для защиты своих граждан и рубежей. Плюс различные военные конфликты, в том числе ход спецоперации в Украине, стали для нас уроками. Мы видим, какое оружие и техника сегодня наиболее эффективны и в полной мере проявили себя в бою. А потому, как говорится, держим порох сухим. Своевременно проверяем надежность и боеспособность нашей армии. Для этого нужны в том числе такие тренировки, которые сегодня увидел наш президент на полигоне Абуз-Лесновский. Никакой показухи. Все возможности продемонстрированы так, как они есть и получили оценку достойно от белорусского лидера. Некоторые образцы летательных аппаратов особенно поражают. С виду совсем миниатюрные, но они способны сходу уничтожить живую силу. Действуют в сложнейших городских условиях. Сами оценивают и корректируют удары для точного поражения цели. С развитием этих видов оружия не менее важны и средства борьбы с ними. И здесь, как сказал Александр Лукашенко, мы преуспели даже больше. Белорусское небо надежно защищено от незваных гостей. О возможностях самых уникальных моделей расскажет Илона Красуцкая. Сначала бесшумно и в зависимости от габаритов они могут практически незаметно приближаться к цели. Действуют на поражение. И зачастую очень громко. После обнаружения цели поддержения координат... Вот так эффектно это выглядит со стороны. Оператор беспилотника при этом вообще может находиться за десятки километров. Самые миниатюрные модели дронов и самая крупная, как буревестник, уже прошли испытания в деле. Но многие из тех, что вы видите сейчас, вообще представлены широкой общественности впервые. И впервые сегодня были испытаны на полигоне под Барановичами. Все эти модели аппаратов наши разработчики и техники создали всего за пару лет. Образцы себя зарекомендовали и многие готовы поступать в серийное производство. Модернизация белорусской армии, процесс перманентный, работа в этом направлении никогда не прекращается. Наши вооруженные силы оснащены самыми новейшими и высокоточными видами оружия и техники. Это лично контролирует главнокомандующий. Ведь всем известно, если хочешь мира, так что пускать пыль в глаза точно не наш сценарий. Кто покупает, тому и будем продавать. Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине, все-таки свои люди. Но я к тому, что вот любой образец сейчас берем, на фронт он воюет. Заказ организованного производства производим и он воюет. Сегодня практически показ будут представлены все эти изделия. И не дай бог мне потом доложишь, что ты показухой занимался, это беда. Товарищ президент, никак нет. Показать надо, но показать, как оно завтра на фронте будет воевать. Часть изделия уже стоит вооружение, вооруженная сила. Часть проходит предварительное испытание. Часть мы, товарищи, министрам договорились, они берут на подопытную эксплуатацию. Будем работать и работаем. Когда ситуация в мире наколена, соответственно, возрастает спрос на вооружение различного типа. Госкомвоенпром обращает внимание на локальные конфликты и на основании анализа определяет для себя направление. Уже видно, за компактными беспилотниками будущее. Ты доволен или есть над чем работать? Ну, я знаю, что я занимаю свою нишу и вся кулик свое болото хвалит. Нет, ты не хвали болото, потому что мы же будем видеть не только сегодня, а вообще будем видеть, как она техника работает. Мы можем достаточно медленно подлететь, разобраться. И если стоит ракета противника возле детского садика, мы точно выполним. И если она стоит между высоких домов, никакой границы. Не повреждая домов, ты можешь разобраться. Если мы знаем, что противник на третьем этаже, мы можем спокойно подлететь. Если он тебе даст подлететь. Ну, это тоже. Противодействие, конечно, не надо. Все в мире имеет вероятность, но там же тоже люди волнуются. Тем более мы можем два запустить. Один будет отвлекать другую. Он крайне дешевый. Он назад вернется хоть по координатам, хоть по дивиденам. Он может лететь к теле на высоте 5 метров. Ни одна аэродрация его не увидит. Глазами нельзя увидеть, потому что он сливается. Позавчера, во время ливня, он выполнил задачу. Ветер 15 метров в секунду и ливень ужасный будет. Хорошо. Наши разработчики создали целую линейку беспилотных комплексов от небольших летательных до аппаратов самолетного типа. Они могут выполнять различные функции от мониторинга, съемок площадей, лесов до военных. Сейчас при их разработке используется преимущественно все белорусское, в том числе микроэлектроника. На них очень высокий спрос в мире. Это новый разведательно-ударный комплекс «Хантерт». Аналогов в данном классе в мире нет. Наша страна первая имеет такие образцы. Больше ни у кого нет. Из покупных здесь только российский метеолокатор, белорусский пелинг, пулемет Калашникова, горячая зона двигателя и защищенная система спутниковой навигации белорусского производства. Все остальное разработано от ТЗ, математики, конструкторской документации, программного обеспечения. Все произведено и разработано в нашей компании. Все в автоматическом режиме. Полный автомат. Человек только разрешает применять оружие. А так это полный автомат. Внутри небольшая нейросеть. Машина думает. То есть реально я горжусь то, что у нас получилось и то, что есть в нашей стране. Хорошо, посмотрим. Наша страна по-прежнему остается в топ-20, которые экспортируют военную технику и вооружение. Каждый год выполняется более 200 опытно-конструкторских работ. Многие наработки используют белорусская армия. А каким-то новинкам еще предстоит себя зарекомендовать. Это самый большой беспилотный летательный аппарат Республики Беларусь пока на данный момент. По самолетной схеме он разработал интересы МЧС Республики Беларусь. В настоящий момент мы завершаем государственные испытания и передаем им два штуки на эксплуатацию. Мы готовы превратить ее по требованию военных, как написано, в многофункциональный оперативный беспилотный авиационный комплекс с блан носителем в виде авиационных средств поражения, которыми являются дроны Камикадзе. Когда? Для того, чтобы это сделать, мы сейчас проводим окоро-ястреб. В течение двух лет она завершается. В 2024 году мы выходим на гососпытание. Ваши не ваши деньги. Ну как ваши? Это все государственные. Вы люди государственные, деньги, Академия наук государственная, но если вы будете их окупать за рубежом не в госпосе, только смотри, чтобы ты не уперся в какую-то идею. Ты лучше меня знаешь, ты же человек ученый, практик, и вот прешь и прочь знаешь, что деньги тратишь в зра. Вот этого главное. Нет, мы ищем на рынке ниши, которые должны быть востребованы. Ну для того, чтобы искать, надо иметь изделия. Я доложил, в какие сроки мы готовы поставить. Следующий ход на мишенный комплекс в 24-м, в ударном варианте. Хорошо. Увидев новость о сегодняшних тренировках, понеслось. Начали писать, якобы Лукашенко с очевидным умыслом проводит испытания. Ну какие могут быть претензии? Мы делаем все открыто. Госком военпром предупреждал заранее. И если бы и хотели что-то скрыть, то технику точно бы не показывали. Не нужно лишний раз рассказывать, зачем и почему Беларусь проводит подобные тренировки. Ситуация по периметру наших границ, активность сил НАТО, Украина, усиление разведывательной деятельности с ее территории и ежедневные попытки нарушения нашего воздушного пространства просто обязывают быть в милитари-трендах. С развитием всевозможных моделей беспилотников огромное значение имеют и средства борьбы с ними. В этом плане наша страна тоже преуспела. Например, станция «Помех» закрывает воздушное пространство от крупной авиации и беспилотников. Гарантированно, связь летчиков будет нарушена. Ты можешь эту демонстрацию свести к нулю здесь, но мы не будем этого делать. Нет, я говорю, если надо, они будут без действий. Если необходимо, да. И вероятность этого 100%. Практически навигацию уберу сразу, причем могу их обмануть опять увезти куда-нибудь, в Кобрин, в Брест, куда угодно. И канал управления на этих доме без вопросов вообще. То есть это вполне возможно через 100 километров на границе с Украиной десяток разместить и мы можем обезопасить границу, да? Ну, вполне возможно, да. Президент глубоко погружен во все тонкости создания производства. Сегодня и техника, и наш военный экзамен сдали очень достойно. Все системы доработаны, работают неплохо, этого класса. И, как вы видели, все они поразили цели. Это хорошо. Будем работать дальше. Есть над чем работать. Глядя на это, понимаешь, насколько высокоточным может быть такое компактное оружие. Но, несмотря на летные тренды, в современном бою по-прежнему без сильных танков никуда. Беларусь продолжит их модернизацию. Война нам не нужна, но ко всему должны быть готовы. То есть, нам свои танки надо привести в порядок. Вот до такой серии вообще будет. И нормально. Президент интересует все, вплоть до малейших деталей, в том числе все, что касается медчасти. На выставке несколько экземпляров аптечек для сравнения белорусские и натовские. Не отстаем. В них все необходимое, чтобы оказывать первую помощь практически при любых чрезвычайных ситуациях. Министр здравоохранения сейчас сам с травмой руки, но на здоровой проверили качество отечественного жгута. Ну давай вторую. И это уже одной руки нет. А вот товарищ министр не сможет его одной рукой наложить? У него нет руки, конечно, не сможет. Индивидуальная аптечка должна быть не хуже натовской. Поэтому не упрощайтесь, сделайте как лучше. А уже задача Вольфовича организовать с производственниками то, что вам нужно. Для нас главная человек в бою. Поэтому все должно быть по-настоящему. Не хуже, чем у врага. Аптечки как индивидуальные, так и для оказания помощи небольшому подразделению. Внутри таких полсотни наименований лекарств и медицинских изделий, в основном белорусского производства. Оба медицинских комплекта может использовать военнослужащий, у которого даже нет медицинского образования. Даже для специалиста попасть в вену и поставить пятницу, это такой сложный вопрос. А этот пистолет открывается, и большеберцовая кость, стреляется его, торчит из кости, подсоединяется, включается вода. То есть кость. Да. Поэтому я думаю, что... То есть не в вену, а в кость. Поэтому наших таких аппаратов нет, но мы их закупим для силы специальных операций для своих. Да, кому надо, тому надо закупить. Без показухи и упрощений, учитывая уроки современных вызовов и угроз, главнокомандующий задает планку. Государство очень правильно сказал. Мы не должны гнаться за супер, каким-то дорогостоящим, безумных денег вооружением, а исходить из оптимальной достаточности, эффективности, что нам нужно прежде всего для обороны нашей страны. Ведь очень много в мире делается сегодня вооружения наступательного. И как вы видели на сегодняшнем мероприятии, ведь большую даже львиную часть было представлено вооружение. Это противодействие беспилотным летательным аппаратам. А это именно оборонительная тематика, которая вот именно не допустить действия этих беспилотных летательных аппаратов. Как говорится, пусть лучше не понадобится, но мы во всеоружии. Наша армия способна в случае угрозы нанести сокрушающий удар противнику, как на земле, так и в воздухе. Илона Красуцкая, Екатерина Круталевич, Иван Мартынович и Илья Пучко. Агентстватель новостей.